Сегодня богатым пенсионерам Омской области урезали областную ежемесячную выплату. Богатыми посчитали тех, кто получает 15 226 рублей 75 копеек и больше. Со следующего года им перестанут платить надбавку в 512 рублей. Депутаты Законодательного собрания поддержали такое решение правительства области. Из-за скудных доходов бюджет просит раскошелиться и предпринимателей. Налог на имущество организации вызвал отдельную дискуссию. С подробностями Евгений Непанов. Владимир Варнавский стал автором популярной фразы дня «Бюджет хуже некуда». Однако слова с делом разошлись. Спикер в числе остальных единороссов проголосовал за представленный документ. Коммунисты же заявили, что область остается без развития. Депутат Андрей Алехин отказался поддержать такой вариант бюджета. Почему свой проект не представили? Свой проект менять на сегодня Максим Леонидович Михаленко, который представлял позицию фракции, он сказал, что в принципе надо систему менять. Потому что без возвращения мы на сегодня собираем на территории области 120 миллиардов рублей. Этих нам денег бы вполне хватило на все наши бюджетные остры, на закрытие тех проблем, которые у нас на сегодня есть. Но из-за того бюджетного законодательства, которое на сегодня есть, нас просто Омская область просто грабит. В числе обиженных теперь останутся тысячи пенсионеров. Ежемесячную прибавку в 512 рублей сейчас получают многие ветераны Омской области. Однако с 1 января 2017 года ее оставят только тем, чья пенсия меньше 15 226 рублей и 75 копеек. Эта цифра появилась из правительственного документа. Он определил норматив 1,75 прожиточного минимума. Лидер омских единороссов Александр Артемов называет такой принцип адресным. Поддержку окажут тем, кто нуждается больше. Размер выплаты всем остальным ветеранам увеличат сразу на 38 рублей. Принцип адресности вводится при получении средств доплат тех, кто имеет ветеран Омской области. Мы повышаем с 512 до 550 выплаты эти ежемесячные. Но вместе с этим мы делаем ограничения, они предназначены для тех, кто получает менее 1,75 прожиточного минимума пенсионера. То есть это уже адресность. Это порядка 15 тысяч рублей. Те, кто получают больше, то есть они не будут получать. Те, кто получают меньше, они будут получать вот эту доплату чуть выше, чем она была. Оппоненты из КПРФ уже подсчитали, сколько пенсионеров лишатся выплаты. Идет сокращение тех получателей, ветеранов Омской области, которые предполагают в следующем году 550 рублей. Сокращение порядка 17 тысяч, да, количество получателей этого ЕДВ сократится. То есть оптимизация бюджета началась, поэтому соглашаться с этими параметрами нельзя. Однако большинство депутатов сокращения выплат поддержали. Они же пошли навстречу министру экономики. Оксана Фадина предложила обложить налогом на имущество торговые центры и административные здания, исходя из кадастровой стоимости. Почетный строитель Валерий Кокорин подсчитал, что, к примеру, торговому центру Омске придется дополнительно перечислить в бюджет 3 миллиона рублей в 2018 году. Но и это еще не все. Спустя несколько лет эта величина вырастет в несколько раз. Депутат назвал законодателей голодными. Мы не можем остановиться. Когда человек не наелся, он не может остановиться. И он сразу эти нормативы по максимуму применяет. Нельзя этого делать, поскольку ситуация кризисная. И надо как-то это аккуратно все осуществить. Я думаю, что цель наша, чтобы в следующем году не повысить вот эту налоговую нагрузку на наши предприятия. Валерий Кокорин предложил снизить коэффициенты в 10 раз. Его инициативу теперь рассмотрят в профильном комитете. Евгений Анифанов, Сергей Гаврилов, Антенна 7.